Всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival, очередной выпуск по модификации Ark Oblivion. Мы с вами в прошлом выпуске проверили вот этого Аргентависа, проверили Рекса, и сегодня мы с вами посмотрим как раз на оставшихся существ. Я думаю, что в один выпуск уложимся, постараемся, но если нет, то перенесём что-то на следующий. Но в самом начале, забудь всё, что ты знал о шутерах. Я покажу игру, которая изменит всё. Пускай дети бегают пешком или ездят на машинках. World of Warships, у тебя есть личный корабль с мощными пушками, которые и не снились твоим друзьям. Пока твои орудия рвут врага на куски, ты кайфуешь от графона. Он летает даже на слабом ПК. А чтобы ты насладился игрой с первых минут, я приготовил для тебя надёжного товарища. Непробиваемый корабль на САУ. Твоя ссылка и подарок при регистрации в описании. И сегодня в этом выпуске я хотел бы протестировать ещё парочку сильных альфа-существ, а именно это будет Грифон и Спинозавр, потому что, ну они тоже изменены, они должны быть гораздо сильнее, чем вот тот Рекс, которого мы с вами приручили в прошлом выпуске. У нас прямо сейчас с вами есть 8 таких приманок, 13 таких. Чё-то как-то маловато, да? Мне кажется, нужно немножко побольше. Для этого нам сейчас понадобится селитра, волокно. Да, про волокно я опять совершенно позабыл, то что мне нужно собрать волокно. Ну ладно, хорошо, пока что этого достаточно. Пока там всё крафтится, я быстренько подсоберу. Также в прошлом выпуске мы с вами сделали себе жареное первосортное мясо, обычное жареное мясо, то есть можно будет теперь спокойно откидаться. И естественно из первосортки можно сделать, что не хватает, следки металла. Сейчас всё будет, секунду. Можно из первосорточки сделать себе как раз трекеры. Трекеры нужны хотя бы для того, чтобы положить волка, положить птеранодона, может быть даже в аргента. Волка я хочу для того, чтобы на нём уже ездить приручать. Это пошло сюда. И это пошло у нас с вами вот сюда. Окей. Я предлагаю брать сейчас как раз птерчика. Включаем поисковик. И в первую очередь я предлагаю отправиться протестировать как раз спинозавра. Вот здесь у нас с вами есть эльфачи. Давайте сейчас поисковик закроем. А потом уже поищем грифона и посмотрим, что он на себя представляет. Так вот, зачем я как раз положил в волка мясо, чтобы можно было на нём ездить вокруг спинозавра. Ну то есть, чтобы не на своих двоих, потому что на здоровье очень мало, брони очень мало. А именно на волке ездить и просто как раз подкидывать ему приманки. Таким образом мы с вами как раз набьём первые 25%. Он перестанет быть агрессивным. И после этого его можно будет уже спокойно доприручить. Так, секундочку. Что здесь... Что здесь происходит? Понятно. Я вижу этот косяк разработчика. Как видите, они заспаунились в одной точке. Это хороший зачин на оверспаун. Когда в одной точке начинает спауниться чересчур большое количество существ. И с учётом того, что это локальный сервер, то возможно они продолжат спауниться, спауниться, спауниться. И будет перенаселение. И честно говоря, это очень плохо. Так, секунду. Давайте значит что с вами сделаем. Сейчас быстренько скинем птера домой. Сюда призываем нашего волка. Волчонок, летишь сюда. Да, есть. Птерчик отправляется домой. По идее, они должны быть довольно-таки слабые. В том плане, что, ну, только прокачанные существа здесь реально сильные. Нам нужно сейчас быстренько зачистить вот этих ребяток. Ну-ка. Какой урон? 400, да? Сейчас мы с вами таким образом ещё и прокачаемся. Он испугался и побежал. Сколько? Семь уровней. Хорошо. Немножко подкачаемся. А почему они на меня не угрятся? А вот. Хорошо. Один удар есть. Странно. Ха-ха-ха-ха. Сила побежал. Ты издеваешься что ли? Ты бы хотя бы на две лапы встал. Камон. Всё, до свидания. Так. А вот теперь они все согрелись. Я вижу, вижу, вижу. Есть просто... У меня такое желание здесь не окочуриться. И при этом не убить как раз вот ту 580-ю самочку. Всё? Ну всё нормально. Ладно, нормально. Сейчас быстренько этих сгрызаем. Здоровья у нас мало. У нас очень мало здоровья. Это та самая самочка. Да, это она. Так, спокуха. Тебя тоже убираем. Нет. Нет, нет, нет. Не нужно со мной сражаться, пожалуйста. Так. Нет, вот она. Опять же, хилок я здесь в этой модификации никаких не нашёл. И наша задача сейчас... Заставить эту самочку съесть приманку. Чтобы приманку съела именно она. И больше никто другой. Ну? В чём беда? Так. На нас бегут. Да ладно тебя. Иди нафиг. Всё хорошо? Да, больше никто не согрелся. Давай сейчас ещё раз. Вот так вот подальше. Прямо рядом с ней. Ох, и странно всё это. Ладно, предположим. Давай вот сейчас к тебе выстрелим. Они не видят приманок, что ли, или что? Должны видеть. Они сейчас не агрессивны. У них всё хорошо. Они просто почему-то не хотят есть эти приманки. Так, окей, предположим. Давайте сейчас сделаем с вами, знаете что? Быстренько сгрызаем вот этого. Тихо. Воу, 1800. 1800 нет? Это больно. Интересно, какого ты уровня? Спокуха. Сейчас мы с вами вот сюда и домой. Не успел, да? А фига-то такой быстрый-то? Ух, нифига он быстрый, а? Вот носится. Ладно, всё, он успокоился. Давайте домой. Я надеюсь, что он успокоился. Успеть? 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 Всё отлично. Ну, волчонок почти окочурился. Я не понимаю, почему они не хотят так приручаться. Но мы сейчас с вами сделаем другое. Мы берём аргентависа. Заодно протестируем, насколько хорошо он усыпляет. Я так понимаю, что если мы тебе подкачаем всё-таки урон в ближнем бою, то ты будешь получше усыплять. А скорость скачать тебе нельзя. Ладно, договорились. Летим с вами обратно. С приманками точно всё хорошо, потому что дилофазаврик, как видите, там приручается потихонечку, поедая мои приманки. Это именно вот эти альфа-спинозавры приручаться не хотят. Ещё раз. 151 тысяча оглушения. Хорошо, удар. Мы нанесли. 2 900, 3000. Ну, в принципе, неплохо. С учётом того, что урон довольно-таки небольшой. 3 500 примерно. Урон у нас довольно-таки небольшой, здоровье мы сильно пробивать не должны. То есть каждый удар будет где-то там 6, 9. Ну, и таким образом можно сейчас потихонечку набивать. Соответственно, я сейчас таким образом попытаюсь быстренько усыпить, естественно, приручить хотя бы первосорткой попытаться, раз они не едят вот эти приманки. Но, честно говоря, странно, потому что волки ели, все остальные ели. Что с этим, мне так не ясно. И смотрите, вот у этого спинозавра очень маленький урон. Вот у того, 50-го, 70-го урон был гораздо выше, да? Он там по 1800 вкидывал урона. Вот это для меня странновато. Ну-ка, 30 тысяч оглушения. Да, это будет проблематично. Здесь 954. Со спинозавром вышла небольшая проблема. На 120 тысячах оглушения он стал убегать. И ты попробуй догони его, потому что враги Тайвиса не прокачивается скорость передвижения. А эти альфа-спинозавры очень быстрые. Они прям реально бешено быстрые. То есть сейчас единственный шанс это загнать его куда-нибудь, где он застрянет, и продолжить бить вот там вот. Ну, то есть где-то в тихих камнях. Другого варианта просто нет. Ну вот, например, да? Ну же, пожалуйста, давай. И просто лупасим его. Пока не уснет. 137 тысяч. 13 тысяч осталось. Хорошо. Чуть-чуть. Еще пара ударов. Давай. 142, 145. Сейчас уснет. Давай, все, хорошо. Засыпает. Но с какой-то стороны это, в принципе, нормально. То есть здесь хотя бы хищников нету. Утонуть, по идее, он не должен. Потому что там вроде как... Ну нет, он под водой, конечно. Но кислорода должно быть достаточно. Ну-ка. Кислород. Кислорода здесь безумное количество. Плюс он не просаживается абсолютно. Вообще-то, да. Я не подумал о том, что еда-то у него будет очень медленно спадать. Я сейчас замучаюсь его. Что там происходит? А, это просто... Понятно. Так вот, еда будет спадать очень медленно. И единственный вариант, это сейчас призвать сюда, секундочку, нашего альфа-волока. Волчонок. Забрать из тебя, да. Забрать из тебя, наверное, сейчас первосорточку. Вот эту. Ну и просто дождаться, когда здесь достаточно сильно проседет еда. Рассветка мне, в принципе, нравится. Такая белая-сиреневая. Так вот, держи первосортку. Мне хотя бы просто посмотреть, насколько хорошо он приручается. Так, ну он стал кушать. По 4% приручается с первосортки. То есть этого нам хватит. И вопрос, почему он не захотел приручаться, не знаю, приманками, остается открытым. Потому что, ну, все остальные приручаются. Диморфодоны, делофазавры, альфа-волк. Не знаю, вот там аргентавис. Видимо, что-то вот именно у этих как раз спинозавров. Ну, то есть, либо заглюк какой-то, либо еще что-то изменено как раз разработчиком модификации в его приручении. Плюс мы с вами протестировали, насколько хорошо оглушает этот аргентавис. И я сейчас предлагаю открывать как раз поисковик. Посмотрим, что у нас с вами еще есть. Огненные, это не так интересно. Я так понимаю, что все, что мы с вами видели сиреневое, это были альфачи. То есть, это были альфа-существа. И вот все-таки, альфа-грифон. Почему ни один альфа-грифон не заспаунился? То есть, как видите, вообще ни одного альфа-грифона на карте нету. Я предлагаю сейчас просто отсюда немножечко отлететь. Мы с вами тут проведем такой небольшой тест, где-нибудь вот там наверху. Он пока пускай лежит, приручается. Мы сейчас просто грифона заспауним. Волка призывать смысла нету. Мы заспауним, чтобы протестировать, будет ли приручаться он при помощи приманок. Но мне кажется, что у альфа-грифона будет такая стандартная проблема. То, что он будет агриться на все подряд и приручить приманками его будет довольно-таки сложно. Упс. Так, ну вы сами все поняли. Альфа-грифон забил просто в один удар. Я что-то как-то не подумал, что да, он будет чересчур агрессивным. И, естественно, сразу атакует меня и просто убьет. Но фишка в том, что я вроде как его довольно-таки далеко заспаунил. У него, значит, очень хороший, как бы, радиус агрессивности. Но мы сейчас с вами возьмем терчика, телепортимся туда-обратно, все будет хорошо. А, что там происходит? Он сражается с этим самым, как его, с Аргентависом. Аргент, значит, по-любому забьет, я думаю. Фишка просто в другом. Будет ли он после этого приручаться? Ладно, хорошо, стоп. Сейчас наша задача сделать немножко другое. Мы приземлимся где-нибудь вот здесь вот. Я не знаю, насколько он силен. Возможно, он нам задаст жару. 1400 урон, хорошо, я понял. Но Аргенту почти хана. Самое главное сделать вот это вот. Выстреливаем приманочкой и протестировать, будет ли он ее кушать. Вроде замечает, хорошо. Так, но это уже обнадеживает. Он заметил приманку, он ее съел. Естественно, сейчас нельзя ни в коем случае к нему близко подходить. 7% приручения. То есть, как можно дальше от него держимся? Я так понимаю, что он согрелся на бронтозавр или что-то. Нет, пока что все окей. 7% это значит, как минимум 4 приманки нужно к нему выстрелить. То есть, даже если он будет взлетать, улетать, это не страшно. Эй, куда ты? Он просто-напросто свалился вниз. Внизу, как понимаете, у нас с вами... О, он летит обратно, классно. Он летит обратно. Внизу просто лежит спинозавр, а я здесь выстрелил приманкой. По идее, он должен вернуться и съесть приманку. Ну и... Находит приманку. Съедает ее 14%. Отлично. Надеюсь, он больше вниз не упадет. По-прежнему стараемся к нему не подходить. Надеюсь, что все будет хорошо. То есть, нам самое главное добить до 25%. Но и место такое, на самом деле, как бы, очень удачное. Здесь нету почти никаких животных из-за того, что это горы. Соответственно, он ни на кого не агрится. Кроме меня. Главное, чтобы больше на меня не согрелся. Давай. Нормуль. Честно говоря, немножко близковато, мне кажется, выстрелил. Но, по идее, он должен был сейчас ее уже заметить. Он опять упал вниз. И как только проголодается, должен вернуться и снова ее съесть. Я не знаю, как разработчик этого добился, разработчиками на иммерсив тейминг. То есть, то, что он там вниз упал, он видел приманку. Действительно, система заставила его подняться наверх. Секундочку. Сейчас он там. То ли приманку ищет, то ли ищет место, чтобы приземлиться. А я, кстати, ее даже не вижу. Но это просто потому, что она очень далеко. А вообще-то, я выстрелил ей куда-то вот сюда. Мне кажется, она не долетела. Может быть, он ее и не видит. Ну-ка, один момент. Он должен был проголодаться уже. У нас с тобой еще три приманки. Вот так вот давай. Ну, вон они. Вон, вижу, прям рядышком. И он как раз полетел к свежей, не к старой приманке. Это у нас с вами 21%. Но еще чуть-чуть и все. Отходим. Отходим. 28% все. Свечение меняется на синее. Теперь можно к нему подходить. Можно спокойно гладить. С птиром все хорошо. Во, вот это совершенно другое дело. Потому что, как понимаете, обычные такие настрелы к приманке у меня закончились. Вот ты куда сейчас полетел? Рассказывай. Иди сюда. Давайте вот сюда сейчас куда-нибудь закинем наверх. Просто, чтобы он приземлился. Ну вот, совсем другое дело. Теперь можно приласкать и спокойно дальше приручать. 37% уже шикарно. То есть самое главное, как помните, добить сейчас до 60%. Но вот он на самом деле очень красивый. Он красивый. У него урон 1400. Если у него еще есть урон с пикирования. И возможность там скорость передвижения прокачивать. Так он вообще тогда станет мега незаменимым. И вот только сейчас на 45% система написала, что он теперь будет за тобой следовать. Ну я просто так вот, я пытаюсь запомнить, какие фишки там происходят. Блин, вот мне на самом деле не нравится то, что он каждый раз улетает. Потому что нет возможности его погладить. А там как раз приласкать опция появляется довольно-таки часто. И как можно чаще нужно ей пользоваться. 54%. Кстати, у меня-то что происходит? Еще 6 уровней. Ну пускай вот так вот будет, я там, не знаю, вес. А, я скорость передвижения в этот раз абсолютно не качал. Я понял. Альфа спина 23%. Кстати, да. 23% это понятно. Оглушение 138 тысяч. Ну то есть на самом деле довольно-таки медленно спадает. В этом плане все хорошо. И есть у меня такое подозрение, что он только что согрелся на их тернист. Да? Лети ко мне. Давай, да, да, давай. Во, совсем другое дело. Держи. Все, отлично. Фух. А какая эффективность? 100%. Экипруйте седло. Это мы сделаем. Давай в тебя положим сейчас быстренько трекер. Вот то, что седло на тебя нужно, это конечно для меня новость. Так, что там происходит у нас со спинозавром? У спина 31%. Соответственно, сейчас телепортимся домой, сделаем седлышко на грифона, а потом уже спинозавром займемся. А вы знаете, какая еще проблема возникает? Смотрите. Вбиваем сюда альфа еще раз. Так вот. Вот так вот. Хорошо. У нас с вами вот это альфа-седло на спинозавр должно делаться в Oblivion Workbench. То есть, как раз в верстаке, который перед нами. Давай это закроем. Откроем сейчас ремесло. Посмотрим здесь. Здесь его абсолютно точно нету. То есть, это можно даже проверить. Вот так вот. Да? Да, здесь его нету. Уйди отсюда, пожалуйста, птир. Так вот. И здесь его тоже нету. И, видимо, именно по этой причине спинозавр не приручался там приманками, например. Но нужно будет протестировать. Самое главное, что появляется как раз грифон. Держи тебе твое седло. Секунду. 6700. 84 тысячи здоровья. Вносливость 7200. Вообще быстрый, нет? А, да, понятно. Смотрите, что с текстуркой персонажа на нем. Хорошо. Но хорошего мало. Хорошего очень мало. Ладно. Давай-ка с тобой попытаемся нанести удар как раз на скорости. Спикирование. 12 тысяч. Ну, хотя бы это работает. Скорость передвижения у него прокачивается. Это уже хорошо. Но вот то, что сломана текстурка персонажа, вот это, конечно, для меня новость. А зачем вообще тогда было делать седло на него? Ну, в смысле, разработчик зачем его делал, непонятно. То есть, если ты не можешь сделать нормальную как раз текстуру, чтобы там персонаж сидел, то и делать вообще ничего не нужно было. Скорость передвижения хорошо влияет на скорость пикирования. Ну, и, естественно, он сам по себе очень прикольный. Давай еще раз попытаемся сесть. Так вот, в плане нанесения урона, вот так вот именно с одного удара, это сейчас получается самым сильным существом у нас. 16 тысяч. Но, на самом деле, можно сейчас еще немножко подкачаться, проверить это дело. Насколько хорошо это сейчас будет прокачивать. Хотя бы 1020 есть. Ну-ка, десятка, 14. Ну, это потому что там сагнаты были, в смысле, у них там стайность. 22 тысячи по аптерчику. То есть, название у модификации красивое. Хорошая. Разработчик молодец, очень классно придумал. Этим можно как-то завлечь как раз с аудиторией. Но, грифоны, как видите, поломаны к чертям анимация как раз того, что мы с вами сидим на седле. У спинозавра седло не делается в верстаке. Нужно вообще-то, на самом деле, проверить, можно ли его, например, призвать через команду. Что самое главное, это то, что с грифону можно скидывать и приманки. А, нет, приманки скидывать нельзя. Но я могу стрелять. А почему так? Это что-то меняли? Смотри, я приземляюсь, и на земле можно. Но это такое, на самом деле. Абсолютно непонятно, что происходит. Еще раз, здесь. Нет, здесь седла нету. Здесь тоже никаких седел нету. Так что будем пользоваться тем, которые заспаунили. Отправляемся с вами обратно, посмотрим, что там со спинозавром. Вряд ли он приручился, но просто там сидим рядышком, подождем немножко. Я выключил запись, забыл обратно включить. Спинозаврик приручился. Урон у него базовый 2900, я еще ничего не прокачивал. Опять же, как понимаете, стандартное ускорение по воде. То есть, когда мы с вами так вот бегаем. На двух лапах. Я вот это хотел проверить. Секунду. Но урон-то должен быть, по идее, такой же. Мы просто чуть-чуть побыстрее будем наносить удары. И по поводу оверспауна, я абсолютно прав. То есть, как видите, их становится все больше и больше. Они все спаунятся и спаунятся. Урон 3500. Я просто так слежу по сторонам, чтобы на нас никто не напал. Ну же, догоняй. Отлично. Что прикольно, это то, что он такой быстрый. И я предлагаю это еще немножечко ускорить. Просто протестировать. Скорость передвижения качается по 1%. Ну, то есть, нет никакого смысла абсолютно прокачивать и вкладывать сюда очки. Потому что это ничего не даст. Он и так сам по себе довольно-таки быстрый. А вот урон... Ну ладно, давай попытаемся встать на две лапы. Ну вот я так тебя не смогу бить теперь. Да, хорошо. Тогда подойдем к другому. Секунду. Иди сюда. Давайте вот так. Вот, хорошо. Во, совсем другой разговор. 5200. Вот это я понимаю урон. Но опять же, когда он встает на 4 лапы и пытается от нас убежать, его догнать довольно-таки сложно будет. Давайте подкачаем еще урон в ближнем бою. Просто 40 уровней сюда. 12 тысяч. На самом деле, с какой-то стороны это лучше, чем как раз грифон. Потому что мы с вами будем гораздо чаще наносить удары. Но единственное, что на грифоне ты себя чувствуешь более-менее в безопасности. Потому что ты очень быстро пролетаешь, тебе не успевает кусать. На этом же существе тебе придется как бы еще и здоровье прокачать. А так как в модификации нету лечилок, то есть отлечить ты его никак не сможешь. И мясо, а вот например-то, ты смотри-ка, ему, альфа-спинозавру, мясо восстанавливает здоровье. А давайте на секундочку вернемся домой. Здесь у нас с вами стоит подраненный наш волчонок. И если я буду прожимать ему мясо, это ничего не дает. Волчонок сломанный. То есть волчонка так отличить нельзя. Я специально для как раз фотографии отличил его командой, чтобы он был не в крови. Ну, чтобы красивую картинку сделать. Но, на самом деле, то есть в этом плане есть большие проблемы. Модификации еще нужно много-много работы. То есть вот над этим, над волчонком, над седлом спинозавра, наполнение модификации другими динозаврами. Так что это будет по этой модификации пока что последний выпуск. Я надеюсь, что разработчик будет, ну, как бы, проведет какую-то работу над ошибками, так скажем. Проведет хоть какую-то работу с модификацией. Ну, или может быть это просто, скорее всего, я так думаю, что это его первая работа. И для первой работы вполне неплохо. Многое работает. Нужно добавлять существ, нужно добавлять всякие умения, всякие фишки, инструменты. Будем надеяться, что он это будет делать. И в будущем получится хорошая модификация. Пока что на этом все. В следующем выпуске мы с вами посмотрим немножко на другую модификацию. Но это уже будет завтра. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok